Деньги любят счёт. Теперь и электронный. С помощью необычного терминала, который открылся в Кольцово, можно быстро задекларировать наличное, вывозимое за рубеж. Отчитаться нужно лишь тем, у кого кошелёк набит доверху. Обязательно в письменном декларировании подлежит сумма только свыше 10 тысяч долларов. Всё, что меньше этой суммы, декларирование не нуждается. Но здесь нужно учитывать обязательно, что декларируется вся наличная валюта в долларовом эквиваленте. То есть переводится всё и рубли, и евро. Пусть эта сумма будет и меньше 10 тысяч долларов, они переводятся в доллары США. И если эта сумма превышает, то тогда будет декларирование. Любителей налички с каждым годом становится всё больше, объясняют таможенники. Ведь снимая деньги в другой стране, россиянину придётся заплатить проценты. Вот пассажиры и стараются сэкономить. Бесплатно и тайно вывезти крупные суммы. Так, только в этом году пограничники задержали больше 100 миллионов незадекларированных рублей. Чаще всего купюры вывозят в Таджикистан, Турцию и Израиль. Нарушителей не останавливает даже реальное наказание. Уголовная ответственность возникает тогда, когда гражданин не декларирует в размере двухкратно, превышающем от разрешённого вывоза денежных средств. В случае возбуждения уголовного дела гражданину грозит до 4 лет лишения свободы, либо штраф в размере всей суммы, которая была не задекларирована. Тем не менее, отчаянные богатеи готовы рискнуть. Так гость из Таджикистана пытался провести деньги в банке из-под чая. Закладку обнаружил двухлетний таможенник. Здесь мелко нарезаны купюры, 500, 1000 и 5000 рублей. И сколько здесь? Порядка полумиллиона рублей. С тем, что деньги не пахнут, готов поспорить юки. Находит их немецкая овчарка по химическому запаху краски. Причём на мелочь ящейка не разменивается, работает по-крупному. Мы не кладём ему одну купюру. Мы кладём ему этих купюр 20, 30, например. Вот даже пачку мы кладём не одну, а мы кладём 10 этих пачек. То есть работаем на объём. Чем больше объём, тем сильнее пахнет. Что ж, проверим, унюхает ли юки нелегальное добро. Чтобы крупные суммы не попали под прицел сканера, многие пассажиры решают пронести их на себе. Вот и я замаскирую своё финансовое благополучие под очень интересное положение. Правда, нелегалы не учитывают, что на входе их встречает четвероногий таможенник. Посмотрим, удастся ли мне его провести. Собака своим поведением показала наличие искомого запаха у девушки. Я не готова расставаться со своими малышами. Чтобы отдых не закончился за решёткой, таможенники советуют декларировать всю сумму. Ведь это занимает не больше 20 минут. Мария Новикова, Олег Кузнецов. Главные новости Екатеринбурга. Олег. Звучит экономист的 Southwest Carolina Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова